Фестиваль Великолепное чувство юмора. Команда «Золотое сечение» отправилась в Анапу на международный фестиваль детских команд КВН. Теперь ребята делятся опытом с начинающими юмористами прямо со сцены. Понимаете, мы должны простимулировать другие команды. Вот смотрите, что мы получили за чемпионство. Кубок. Вот, дорогие друзья, если вы станете чемпионами Самарской юниор-лиги, вы получите кубок. Диплом. Вы получите диплом. Огромную картонку. Огромную? Какую огромную картонку? Ребята, ну это не огромная картонка. Это билет в Анапу. Да? Вот предъявили моего проводника у нас с поезд. Готовый гнов. Наша особенность в том, что у меня ребята, они очень хорошие актеры, они отыгрывают, будто они вообще не умеют играть на сцене, не умеют играть в КВН. То есть они стоят, как бы вообще ничего не умеют, а я выхожу, и их постоянно там строю, учу играть и все такое. И это все получается вроде смешно. Необычный у нас такой стиль. И всем нравится вроде бы. Команда КВН 100% дебютант в городской юниор-лиге. Самый юный ее участник, шестиклассник Максим Сычев, с первых минут выступления покорил зрительный зал своим обаянием. Ты кто? Я ваш новый хореограф. А где старый? Давай не будем об этом. Ну что, команда КВН 100% повторяй за нами. Волновался сначала, а вышел, и все, сразу волнение исчезло. Я первый раз перед тобой вообще выступал. А самый молодой игрок всей юниор-лиги Владимир Овчинников из команды КВН «Зигзаг» не волновался вовсе. Ему всего 11, а он уже настоящий артист. Пробует себя на большой сцене и получает огромное удовольствие от зрительских аплодисментов. В будущем мечтает стать юмористом и смешить уже не только самарцев, а всех россиян. Выступлением своей команды очень доволен. Опять хулиганы валуются. А вот в нашей школе такое происходит постоянно. Раз, два, три, оп, проиграл. Раз, два, три, оп, 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 оп. Шухер, шухер, идем! Итак, уважаемые преподаватели, я вижу все в сборе, можно начинать педсовет. Отлично все, круто. А что ей больше всего понравилось? Выступать. И публика когда смеется, это вообще захватывает так, и приятно. Участники юниор-лиги заявляют, в КВН соперников нет, только друзья. Пока одна команда на сцене, приятели из других команд держат кулачки за выступающих за кулисами. Помогать друг другу здесь в порядке вещей. Юмор требует единства и не терпит конфронтаций. А в этом году усложнили процедуру сдачи ЕГЭ, и он стал еще больше похож на одну известную телепередачу. Итак, мы вновь приветствуем вас на телешоу «Кто хочет поступить в нормальный университет». И с нами играет Александр Быков. Напомню, что Александр уже выиграл несгораемые суммы, да ты школу со справки закончишь, и для ПТУ хватит. Александр, скажите, а кто за вас сегодня болеет? За меня болеет мама, папа и военком. Внимание, вопрос! В прямоугольном треугольнике сумма его «О боже, что это такое? Мы этого не учили?» равна 14. Необходимо найти, господи, что это за чертовщина? Я такого в жизни в книге не видел. Знаете, когда проводишь целый день здесь, все команды вместе, фактически в одной раздевалке на одной сцене, уже как-то дружь между собой. Просим друг у друга реквизиты, просим помочь. И это не эдкость, когда выступает она команда, один человек из другой команды просто помогает. Играет на гитаре или выходит в массовке. Школьный КВН отличается от взрослого в основном темами. Хоть простор для творчества бесконечный, юные артисты чаще всего шутят о наболевшем, о школьных буднях. Чтобы юмор начинающих КВНщиков получился не плоским, а искрометным, с ребятами работают наставники. Старшие товарищи по цеху, съевшие собаку на написании шуток и постановке миниатюр. КВН это большая школа актерского мастерства, вокала, танцев, безумных игр, пантомим и самое главное умение держаться на сцене. Они получают невероятный заряд и невероятные эмоции, невероятную уверенность в себе. Потому что человек, который прошел через школу сцены, он становится гораздо более самоопределенным, становится гораздо более уверенным в жизни. Если человек пережил сцену, я думаю, он переживет все. В Самаре юниор-лига КВН существует уже три года. На этот раз она началась с фестиваля, в котором приняли участие порядка 20 команд. Ребятам предстояло пройти единственное испытание – поразить зрительный зал заранее подготовленной программой. Давайте вернемся в щедрый класс. Виталь, дай ручку. Да, конечно, я тебе какую. Вот, смотри, обычная синяя, красная, зеленая, фиолетовая, ручка от манекена, дверная ручка, ручка передач, ручка от сковородки, Серегина рука. Играть в школьный КВН можно хоть с первого класса, но выступают на юмористических соревнованиях в основном ребята старшего возраста. Организаторы отмечают, с каждым годом КВН в школах становится все популярнее, шутки смешнее, а юмор тоньше. На самом деле КВН стал и популярнее, и моднее среди школьников. И мы уже наблюдаем за более опытными командами, которые играют в нашей юниор-лиге, которые уже не первый год и уже имеют некий опыт и статус. Ежегодно организаторы Самарской городской юниор-лиги КВН определяют лучшую команду фестиваля. На этот раз победителем юмористического турнира стала команда из школы номер 12. «Самарская дюжина». КВН – это болезнь, болезнь, от которой не спасут никакие прививки. Поэтому, уважаемая юниор-лига! Вот ты зараза! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова